Так, есть вопросы у компании, сейчас я скажу, 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 у Believe Music. Мой ролик будет удален благодаря дистрибьютору Song Delivery и компании Believe Music. То, что они на мои ролики кидают уже удаление видео, у меня осталось четыре дня, чтобы удалить самому два ролика с треками вот эти вот. Сейчас. Вот. Вот на эти. Ну, знаете, в чём прикол? Я сейчас расскажу. Сейчас, где? Это вообще трэш. Это что за хрень происходит? Вчера я написал дистрибьютору, типа, почему у меня мои треки удаляет YouTube. Типа, компания Believe Music. Почему они правообладатели, если я автор? Я пишу, я доказываю им, что я написал эти видео. Я им предоставил один проект или даже два видео, что я куда, как написал, куда. Показал звуки. Прописал на клавиатуре, там, пропечатал эти звуки. Показал, что, да, звук совпадает. Показал, какими плагинами я пользовался. Нет, мне кидают, и они даже не смотрят на то, что у меня вот этот трек вышел 10 месяцев тому назад на YouTube, а у них вышел в декабре 2022 года. То есть, где-то 3-4 месяца тому назад. А разница, они не смотрят даты публикации. Это первое. У меня через 4 дня удаляют. Я удалять эти треки, видео я не буду. Да, здесь вообще просмотров мало. Хрен с ним. Но вот второй, кстати. Удаляться будет тоже через 4 дня. Тоже дистрибьютор, сонг-деливери. Охеренно. Реально, это вот первое. После того, как они мне отписались вчера, что, да, мы написали вот в Believe Music, чтобы они перепроверили эти треки, что-то, топ они убрали жалобу. Жалоба осталась. Они же мне на почту написали, что, ой, извините, а мы на ваш трек еще нашли вот в этот жалобу. Я, конечно, подал этот. А, я не могу даже удалить трек, подать еще что-то там, заявление. Ну, вот эту всякую дичь. Хорошо. Шорс другой. Вот здесь я подал этот апелляцию вроде как. Или нет. Ну, то есть, я ничего сделать и не могу. То есть, у меня 30 дней есть. На шорс. Что? Какого хрена? Вот на этот. Почему? Почему мой канал после вот телеграмма в сонг-деливери уже начал просто страдать? У меня из-за этой хрени у меня будет два удаления ролика. Это будет уже два страйка из-за этого. То есть, еще один страйк, если они мне сделают, все, это мой канал, который я продвигал там или что-то там делал по играм. Начал в 20-м году. Он просто удалится из-за вот такой хуйни. Реально, что за хуйня? Я им предоставляю два YouTube канала. Один музыкальный. Где я им пишу. Предоставьте мне сраную, блядь, ноту, блядь, на YouTube, чтобы такой хуни не было. И я выкладывать буду только на тот канал музыку свою. Почему мне прилетает и на тот канал жалоба? Но я каким-то чудом вроде как-то там нету сейчас. Я не смотрел несколько дней уже. Ну, я надеюсь, что нету такой хуни. Сейчас же, блядь, после того, как я кинул им сам авторские права. Они мне отписались уже сегодня. Точнее, вчера ночью, наверное. Что, типа, это у нас является лицензиат с нарушением авторских прав. Вот этот. То есть, вот этот канал Топик Темы. Вот этот. Где я на том канале подписался на них. Тоже, Владимир Хеликс. Типа, это нормально. Типа, это прям охеренный классный канал. Вот. Почему Song Delivery ничего с этим и не делает? Я удалить хочу эти хрени. Если они мне на мой канал... Вот. Power Grid, да? Power Grid. И давайте сейчас посмотрим оригинальный контент. А вот теперь давайте посмотрим даты по публикации. 25 апреля. Канал RayPass. Подписчиков чуть больше тысячи. Здесь тот же трек. Power Grid. 7 просмотров. 16 декабря 2022 года. Владелец Красильников. Владимир Алексеевич. Окей. Давайте скопируем. Давайте скопируем. Зайдем на этот... Сейчас. Не надо... Да почему данный шелл... Алерт. Вставим в поисковике. И кто у нас такой этот? Сейчас. Даже, наверное, так сделаем. Сейчас будет проще. Напишем мой никнейм. Напишем. Владимир Хеликс. Давайте. Вконтакте. Самая первая страница. Это моя. Владимир Красильников. Это моя страница. Я вам даже докажу сейчас. Так. Сейчас. Вконтакте. Моя страница. Это моя страница. Мои клипы здесь. Еще что-то. Сообщество. Давайте. Хрен с ним. Сообщество. Все мое. Здесь даже... Обложки есть мои. Все. Обложки. Посмотреть все. 800 прослушиваний. Вот. Да. Да. Все с картинками. Да. Вот. Сейчас сделаем проще. Зайдем на мою музыку. Так. Сейчас. А. Вот. Моя обложка. Плейлиста. В кабинет музыканта. Посмотрим. Это мой канал. Почему мне такая хрень, типа, происходит? Сколько прослушиваний было за неделю здесь? Окей. Не суть. Удаляем строганого. Так. Дальше. У меня есть саундклауд. У меня есть. И не только. У меня есть ютуб-канал вот этот. У меня есть второй. Давайте второй. Ютуб-канал покажем. Там пять подписчиков или четыре было. Я так особо и не сижу сейчас. Сейчас там. Вот. Мой второй канал. Я кидал им на этот канал ссылку тоже. Мне прилетало... Мне тут прилетало тоже, типа, жалобы. Почему жалобы прилетают? Я не знаю. Либо у меня дистрибьютор такой, типа... Да похер, блядь. Ну, кинут ему жалобу. Окей. Хорошо. Я вот... Давайте так сделаю. Если вы не можете решить эту проблему, то я тогда отказываюсь от вашей дистрибьюции и буду запрашивать об удалении со всех площадок мои два альбома. Да. Давайте так. Так. Сейчас я зайду на Song Delivery. Так. Сюда. Английский, русский. Блин. Но это реально не дело. Окей. Все. Я зашел на Song Delivery. Сейчас. Нет. Отгружать я не буду. Вот. Каталог. Владимир Хеликс. Свайп. UPC. Похеру. Я все солью. Посрать вообще. Линки. Линки мои. Давайте зайдем. Чекнем. Где они предоставляются. YouTube Music. А с какого хрена, блядь? Здесь не мой канал. Моего канала нету здесь. Окей. Не вопрос. Статистика. Статистика просто. 73 рубля заработал. Ничего себе. Вау. Офигеть. Сейчас. Блин, здесь что-то как-то... А. Я же могу, наверное, вот так сделать. Сейчас. Трек-лист показывает здесь. Да, вот. Трек-лист показывает мой. Почему я должен предоставлять всю информацию. А меня, блядь, просто кидают на какую-то хуйню. Я запрос делаю на удаление этих видео. Чтоб мне не было, блядь, всяких херни на канале. Чтоб не было страйков постоянно. Я подписчику кинул, типа, видео, говорю. До того, как я начал предоставлять дистрибьютору музыку. Ему дали страйк. За трек мой. Я задолбался все это делать. Реально. И здесь мне просто кидают на канал мой. Это как понимать? Как понимать это? Почему я должен... Сам автор... А давайте сейчас сделаем так. Я вам предоставлю даже какой-нибудь трек. Они на какой-нибудь трек закидывали? Симфония, да? Давайте послушаем его. Симфония, да? Угу. Давайте послушаем его. Сейчас. Проекты. 21... А, 22 год. Вот этот альбом. Ищем в финале версию. В финале версию. 24 апреля 22 года. Финальная версия. Алло. Я дистрибьютору кинул. Точнее, они выложили уже полностью треки мои в декабре. В декабре. Почему? Ну, давайте сделаем еще проще. Запоминаем. 37 проект. 37 проект. Заходим в 22 год. Не в саму папку с треками уже, где альбом уже. Ищем 37 трек. Когда я первый раз начал его делать? А, нет. Это вообще... Запомнил. В 21 году. 37 проект. Откроем его. И его я начал создавать 12 декабря. 12 декабря. 21 года. То есть, год прошел, когда я начал этот трек писать. Но мы давайте откроем его. Так. Мне сейчас придется менять здесь аудиокарточку, потому что он не будет мне предоставлять сейчас звук. Я сейчас здесь поставлю стандартный этот аудиодрайвер от ASIO. Записывать с внешней аудиокарточки звук. Поэтому он не стыкуется почему-то с PhilStudio. Так. Аудио составляющая. С Focusrite. Переходим на ASIO. Интересно, будет звук? Нет? Нет. Звука нету. PhilStudio ASIO тогда. Вот. Ничего не напоминает? Алло. Что за хуйня происходит? Давайте откроем данный трек здесь. 10 месяцев назад. Это мой трек. Так. Это было финальное. А вот теперь здесь. Что я использовал? Что я использовал в декабре 21 года? Контакт. Струнные. От этого. Не знаю, как правильно сказать. От сэмпл паков или что-то в этом роде. Джейгер. Здесь то же самое. Только брасы были. Так. И морфин. Стандартный Philistский плагин. И серум. С моим же плагином. Да? Да, Best Zombie. С моего же сэмпл пака. Экстракт, который я, надеюсь, скоро закончу. Вот. Best Zombie. И почему бы не дают авторские права? А теперь давайте откроем тот же проект, только финальную версию. Это уже будет 22-й год. 22-й год. 37-й, да? Сейчас, подожди. А, он же в готовых уже. Вот. Финальная версия. 24 апреля 22-го года. В 12.17. Никакой больше информации нет. Кроме веса его. Все. Открываем. Я такой херни реально не потерплю. Почему? Мне дают бан на мои же треки непонятно кто. То есть, я являюсь не автором. То есть, мои треки, получается, уже пиздят. И я не могу их использовать. Почему я не могу их использовать у себя на канале? Класс. Так. Это уже финальный трек. Ревермы всякие. Валхалу включал. Ретро-колор. И для этого двойного эхо сделал. Эхо-бой. Плагин. Тот же контакт. Так. 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 Следующее. Что у нас там тут? Струнные. Тоже контакт. Тоже самое. Реверб. Дадо-лайф. Валхалу. И кристаллайн. Для двойного звучка. Типа как эхо получается. Так. Теперь делаем вот этот. Это серум. Насколько я помню. Да. С моего же сэмпл пака. Безомби. Здесь, скорее всего, С2 какой-нибудь. Ф2. Д3. Да. Да. Такие низкие ноты. И вот это. Это у нас марфин. Скорее всего, пэд, да, какой-нибудь? Да, пэд. Стандартный плагин. Пэдовский. ФМ, ФМ. Вот он. Не накрученный даже, вроде. И теперь. Да, здесь единственный есть минус, что я использовал ударный от Sematics. Драм луп. Все, это вот единственное, что я использовал в этом треке. И с серым еще раз. Но это уже не с моего сэмпл пака. Так, и теперь слушаем еще раз. Симфония. Да, давай. Почему я нарушаю авторские права? Почему, блядь? Вопрос. Компания, блядь, Believe Music и дистрибьютор Song Delivery. Почему, блядь, это происходит? Почему я должен это терпеть? Почему я должен спустя два с лишним года, блядь, терять свой канал из-за вот такой хуйни, блядь? Давайте, блядь, либо вы решаете до конца вот этого срока. У вас есть три-четыре дня, даже три, чтобы вот это все решить. Если ничего не решится и мне начнут еще, блядь, дохерачивать, блядь, авторские права после этого, все, я реально через три дня отказываюсь от ваших услуг и буду запрашивать удаление всех треков с вашего, с вашей дистрибьюции. Если вы не можете мне ничего сделать, никак вы не можете мне помочь и вы не можете мне предоставить не галочку, а ноту на YouTube-канале, которую я запрашивал у вас до этого. Вот так вот. Буду ждать. Реально, вот это уже полная хрень становится. Почему я должен это, типа, терпеть и, типа, ждать удаления видео? Моих же треков, которые я нарушаю авторские права. Мои же, блядь. Ну, это пиздец, бред. Все, жду 3-4 дня максимум и все, и буду с вами заканчивать тогда, если вы не можете ничего сделать толкового.